17 февраля В Душанбе состоялась 9-я сессия Верховного Совета Таджикской ССР 10-го созыва. Ее открыл председатель Верховного Совета Республики депутат Хасанов. На сессии с речью выступил первый секретарь ЦК Компартии Таджикистана депутат Набиев. Он остановился на задачах тружеников республики во реализации решений декабрьского 1983 года и февральского 1984 года пленумов ЦК КПСС. По поручению Бюро ЦК Компартии Таджикистана, Президиума Верховного Совета Таджикской ССР, товарищ Набиев внес предложение избрать председателем Президиума Верховного Совета Таджикской ССР депутата Палаева. Президиума Верховного Совета Таджикской ССР депутат Палаев выразил глубокую благодарность за оказанное доверие. Сессия утвердила указы Президиума Верховного Совета Таджикской ССР и приняла соответствующие постановления. Большим событием в жизни республики стала подготовка к выборам Верховный Совет СССР. Коллектив Ленин-Абадского шелкового комбината выдвинул своим кандидатам в депутаты передовую труженицу, мотальщицу предельной фабрики Зульфинисо Фазылову. Состоялась встреча избирателей со своим кандидатом. Выступавшие говорили о трудовой деятельности Фазыловой и призвали в день выборов отдать свои голоса за славного представителя рабочего класса республики. Зульфинисо Фазылова горячо поблагодарила за оказанное доверие. Избиратели дали ряд наказов своему кандидату в депутаты. Такая же встреча с кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР первым секретарем ЦК Компартии Таджикистана товарищем Набиевым состоялась в Уратюбе. После предыдущих выборов Верховный Совет СССР, отметил товарищ Набиев, наша республика поднялась на качественно новую ступень. Введены новые промышленные предприятия, возросли выпуск и реализация товарной продукции, значительные успехи в аграрном секторе экономики республики. Большое внимание в своей речи товарищ Набиев уделил вопросам повышения производительности труда на 1% и снижения себестоимости продукции на 0,5% реализации продовольственной программы. Товарищ Набиев выразил горячую благодарность за оказанное ему доверие и заверил, что отдаст все силы и опыт к служению народу. С хорошим настроением пришли 4 марта трудящиеся республики на избирательные участки, чтобы отдать голоса за достойных сыновей и дочерей народа. К избирательным урнам подходят студенты Душанбе, энергетики Нурека, животноводы Памира, земледельцы Вахшской долины. В Рагуне, самом молодом городе республики, в этот день голосовали на новом избирательном участке проходчики, скалолазы, водители мощных белазов, монтажники, тоннели-строители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Голосовали метеорологи, чабаны, дорожники. По рации, по телетайпу передавались данные в Центральную избирательную комиссию. Выполняя высокий гражданский долг, каждый из нас вновь ощутил себя хозяином своей великой страны. Утружениц Душанбинского производственного швейного объединения имени 50-летия СССР необычные гости. В канун праздника 8 марта к ним пришли участники детского танцевального ансамбля «Машал». Вот так, прямо в цехе, где, кстати, шьют одежду для детей, и состоялся этот импровизированный концерт. Субтитры создавал DimaTorzok С увлечением смотрят мастерицы праздничную программу. Этот подарок приготовлен специально для них. Отступила усталость, помолодели лица. И вот уже танцуют все вместе. Яркий хоровод, в котором весело и взрослым, и детям. Надолго запомнится мамам красивый праздник весны. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok